Я сон смотрела в древность, окунувшись. Стена у городища, метров пять, глухая. Ворот там не было, ни окон. Квадрат Кремля там разделял два мира. Один, где пред стеной в пыли народ отсталый, подобный тварям. Рынок там разбили, и на песке в грязи уныло рылись, как и сейчас. Все-все в тех же балахонах, меняли на проценты тлю мирскую. В пыли и специях, в ругательствах тонули. Одета я была обычно. Дизель-юбка с полоской серой. В общем, с любовью из Милана прямо в древность Наташа угодила. И вдруг я слышу гул доспехов, и рокот топота копыт звенящий, и на огромной скорости неслись два войска, не мужи, но боги были каждый. И воздух разрядился сверх прозрением. На миллиард сияющих нейронов мое сознание вмиг тут разлетелось. От близости к таким сверхчеловекам реальность превращалась в просветление. То были витязи, римские отряды, богатыри. Не знала я, кто точно. Но так прекрасно лики их сияли прозрением, доблестью, сверхинтеллектом, славой. В парче и бархате пурпурном. И золотом расшитой одежды их украшали. Золотые шлемы и копья. Во сне мне был показан щит. Крепился он на двух основах, и левая рука там проходила. Из золота щиты сияние солнца. Неслись два войска, как стрела в едином сверхзвуковом порыве вдоль стены в свой град. И вдруг остановились. Воды напиться. Я думала, взлетаю. Настолько сильное их величие было. Но среди всех я двух узрела оком сердца. Они вождями были богоносцев. И среди двух тот первый, самый славный, красивый, как Руслан, в былине о Людмиле. Но вот сегодня я увидела Талькова. И образ мне напомнил тот любимый. Стояла я на возвышении, вроде пирса, из серых досок. И ниже лил из пасти льва фонтан водицу. Туда направился герой, снимая плащ пурпурный, а с ним латы. И, обнажая совершенство торса, он в окружении воинов пил воду. А я за ними сверху наблюдала. И вдруг он запрокинул голову внезапно навстречу взгляду моего. Застенчиво обычно я улыбнулась. И в этом взгляде расцвело то чувство длиною в вечность от начала мира. Я знала все о нем. А он любил меня безмерно. Все звуки рынка топота копыт и шум исчезли. И в полной тишине мы оказались. Он руку протянул. В своих ладонях я ощутила силу чувства. И на века завет любви, что нас скрепляет. И там я поняла, что значит предложение руки и сердца. Я спросила, ты говоришь по-русски? Знать хотела, откуда мой возлюбленный явился. Ответил он, что да. Спросила я и по-французски, и по-итальянски. Ответил утвердительно на русском он, печально глядя на меня. От знания, что не пойму я. Я продолжала. Но ты ведь римский воин. И взгляд его молчанием скорбным был. Пора. Все по коням. И начал удаляться воин мой любимый, оставив руку мне, завет из вечности. Держа ладонь его, груди прижавшую, я провожала взглядом сердцу милый отряд сверху воинов прекрасных. И удлинялась та рука, соединяя меня с любимым. Проснулась я в глубоком изумлении от расставания и потери, и пропасть невозможности проверить, кто были эти воины меж теми существами ниже зверя. Одно мне ясно, как мой вещий сон. Два мира, разделенные стеной, существовали прежде наших дней. Меж ними пролегал рубеж границы, делящий их на бог и зверь. Коварным замыслом разрушены заставы. Врагом повержен доблестный народ. Смешалась кровь, и выжившие в малом, родства не помнящие, мы по руинам бродим, в тяжести оков, зализывая раны. Буквально через месяц все свершилось. Я в Пловдив прилетела. То был когда-то град, построенный Филиппом, отцом победоносца, македонского Александра. В Болгарии зовется место то, где и сегодня говорят почти на русском. Знакомый град с глухой стеной из мира сна в раскопках взор у меня открылся. А за стеной череда театров древнейших в мире, что, покидая, схоронили зарывши в сопку. И только в наши дни от ливня обнажился амфитеатр. Явился мир он во всей красе великой. Сейчас там в пешеходных переходах рядом с рынком, как и тогда, сияет слава древних русских воинов в мозаиках крестов и свастик, как на сибирских ручниках узоры. А гиды вам здесь сбивчиво расскажут про римских воинов времен далеких папских. На свастику пожмут плечами. Так ведь она одной из сопок, блистает светочем амфитеатр. А на другой в молчании скорбном стоит над горой Алеша. В Болгарии русский солдат. Я не забуду тот чудесный фонтан из сна. Он с головой льва. Узнала я, что он древнейший символ той земли славян и керб Софии. Ликует вся страна в день города-столица, в день Софии и дочери моей 17 сентября. Спасибо Богу, что открылось, кем были воины великого славянского царя. В простонародьях, небылицах, она же Римская империя.